Раз-два-три, раз-два-три. Здравствуйте, друзья. У нас предновогодний эфир. Ну, давайте откроем серию предновогодних эфиров вот так вот. Как бы понять, что предновогодний можно вот по елочке, которая на столе стоит. И, соответственно, еще и немножко по Надежде Морозовой, которая вместе с Димой Гау и Павлом Растой Шекспиром сегодня у нас в студии. И, собственно, будем говорить о них прежде всего. Ну, и немножко о вас, дорогие мои друзья. Мяч на вашей стороне. Понятно. Мы представляем Международную Федерацию Независимых Журналистов, которая была создана полгода назад в городе Донецке. Создана она была сразу по целому ряду причин. Во-первых, потому что журналистика в нашей Донецкой Республике, она сейчас переживает, на самом деле, не лучшие времена. И необходимо было найти какую-то площадку объединения для наших донецких журналистов, тех, которые работают здесь. Ну, и, собственно говоря, сделать это с выходом на международный уровень. Соответственно, то, что мы сейчас делаем, это целиком и полностью укладывается в те задачи, которые мы сейчас ставили. Изначально, изначально нами двигало одно единственное желание. Помогать нашей Республике, работать для нее и ради нее. Собственно говоря, этим мы и занимаемся. Ну, что, сейчас в рамках нашей Международной Федерации проводится серия круглых столов. Тема этих круглых столов – идеология. Знаете, тема эта, на самом деле, сейчас очень актуальна по одной простой причине. Потому что, когда здесь начинались события, идеология присутствовала. А когда началось отстраивание государства, вдруг оказалось, что мы сейчас снова взяли и рухнули. Безидеологическое общество. Собственно говоря, такое, какое и было до революции, до войны. В каких государствах идеология есть? Понимаете, в чем дело? Вопрос не в том, в каких… Не-не-не-не, подожди. Вот я с большим удовольствием тебе на этот вопрос отвечу. Вопрос не в том, в каких государствах она есть. Вопрос в том, в каких государствах ее нет. Потому что, если брать Европу, то без идеологический статус государства, вы удивитесь, во всей Европе есть только в двух странах. В Болгарии и Португалии. Во всех остальных странах идеология, как государственный институт, не запрещена. Она поддерживается. Она в той или иной форме присутствует. На государствах постсоветского пространства все обстоит иначе. Например, в России, на бывшей Украине, шестая и девятая статьи о конституции этих стран, они прямо говорят, что государственная идеология у нас запрещена. Но, извините меня, такое положение дел может быть только в государствах, которые заранее ставят себя на позицию поражения. Этого нет ни в Америке, ни в Англии, ни во Франции, нигде. Есть в Португалии, есть в Болгарии, если брать Европу. Это страны, которые находятся на периферии, на обочине вообще всего. Я согласен, что запрещать идеологии, это как-то странно. Но как-то государственная идеология, особенно если она не родилась, как-то не выстрадана и не поддерживается хотя бы 99% людьми. Так в том-то и дело, что на Донбассе она родилась, и она во многом выстрадана. Но она не подхвачена государством. И сейчас, в общем-то, она как бы носится в воздухе. Наша задача, как мы ее видим, ее сформулировать и хотя бы озвучить. Потому что ситуация, которая здесь существовала до этого момента, она, в общем-то, может быть описана одной фразой. Идеология – это экономика. Ну, так грубо говоря. Здесь был такой случай, когда некий человек на заседании парламента, когда ему задали вопрос, ну что там, какую-то высокую идею класть в основу государственного устройства или что-то идеологическое проводить. Как же без этого? На что он ответил? Ну, если убрать ненормативную лексику, сказано было следующее. Не выносите мне мозг, вот мы сейчас наладим, может быть, экономику, и тогда уж как-нибудь что-нибудь здесь наладим. Ну вот, налаживаем. Опять же, допустим, идеология, идеология рознь действительно, потому что можно же и с Захарятами попасть, так скажем. Да, тоже, в общем-то, идеология. Ну, с этим надо настолько аккуратно быть, ну, насколько, не знаю. Вы хотите, чтобы я прокомментировал ситуацию с Захарятами? Это мы уже полностью сделали, как бы, это все нормально, ситуация уже нормализована. Это уже обкатали. Да, лучше не надо, я согласен. Да, обкатано уже. Уже речь-то о чем? А, допустим, какая идеология в Румынии, например? Вот в Болгарии и в Португалии нет идеологии, а в Румынии. Национальное воссоединение – это идеология, которая сейчас есть в Румынии. А это государственная идеология? Фактически, да. Ну, давайте так. Румыния – это постсоветское государство. Давайте постсоветское государство немножко возьмем особняком, потому что у всех постсоветских государств, у большинства из них, за исключением, ну, скажем так, таких стран, как Венгрия, у большинства из них с идеологией действительно существуют серьезные проблемы, и это, в общем-то, нормально, потому что после крушения коммунизма у них никто этим особо не занимался. Они пытались сделать в качестве идеологии антикоммунизм, но все, что со словом «анти», оно обычно долго не живет, и, скажем так, платформой стабильного развития быть не может. Смотрите, я просто, я же, как бы, вам тут сейчас даже не оппонирую, а просто пытаюсь, как бы, покусать с разных сторон. Вы упомянули слово «Испания» сейчас? Так вот, я договорю. Я же просто хочу подшатать позицию, посмотреть, насколько она прочная. Она не поколебима, как скала. Ну, тогда надо посмотреть, на чем она основана, потому что, ну, вот так вот, потому что есть много разных мнений, я их тоже собираю, вижу, у меня вот выход на аудиторию достаточно широкий, мы мнениями обмениваемся, так или иначе, с людьми. И по поводу идеологии есть несколько разных позиций. Собственно, идеология, пока она носится как идея в воздухе, да, и двигает массами, это хорошо. Как только ее записывают на бумаге и ставят на ней печать, как бы, это может даже немножко дискредитируть идеологию. Есть такое мнение. Я абсолютно с этим мнением согласен. Более того, я считаю, что идеология – это не какой-то вот текст, там, вот такой вот талмуд написанный, на который все молятся. Идеология – это живой процесс. Вот, но есть один момент. Опять же, приведу в пример наш любимый Донбасс. Понимаете, в чем дело? Идеология здесь, она действительно в чистом виде родилась, в общем-то, из энергии народных масс. Безусловно, когда здесь происходило восстание, здесь изначально никто об этом не задумывался. Оно все развивалось очень интересным таким путем. Был такой достаточно своеобразный генезис. Сначала хотели федерализации очень короткое время. Потом пошло уже откровенное восстание против той фашистской хунты, которая пришла к власти и начала сжечь людей в Одессе. А после этого, когда уже все стало структурироваться, народ начал, ну, скажем так, высказывать свое мнение. Вот мы не хотим жить так, а как мы хотим жить. И вот с этого момента здесь начался идеологический процесс. С моей точки зрения, которую я высказывал на круглых столах, как бы был в этом поддержан своими коллегами, у идеологии Донбасса, ну, я ее называю идеологией русской весны, ну, по поводу названия русская весна, как бы существует расхождение, поэтому я ее назову сейчас вот идеологией Донбасса, идеологией революции, может быть так. Так вот, у нее несколько основных опорных точек. Ну, скажем так. Во-первых, это то, что я бы назвал памятью предков. Ну, понимаете, в чем дело? Вот я сейчас попытаюсь как-то научные термины адаптировать. Есть такая вещь, как историческое достоинство. Когда историческое достоинство народа начинают топтать, когда начинают плевать на память Великой Отечественной войны, на нашу историю, на наших предков, естественно, это вызывает ответную агрессивную реакцию. И вот эта самая память предков, она изначально стала одним из спусковых механизмов всего того, что здесь произошло. Люди не смогли мириться с тем, что начало происходить. Ну, соответственно, вот это первый пункт. Вторым пунктом стала некая жажда справедливости, потому что народ существовал 25 лет в обстановке, когда народное достояние, которое, в общем-то, всей нации строилось, создавалось огромными жертвами, когда оно начало приватизироваться шайкой подонков. Соответственно, народ никогда не считал это справедливым. Никогда. Он как-то с этим мирился. Он понимал, что существует в некотором кошмаре, который ему никогда не нравился. А тут у него появилась возможность как-то и что-то изменить, и начали звучать голоса. Давайте вернемся к социализму. Давайте национализируем стратегические предприятия. И так далее, и тому подобное. То, что народ захотел социализма, это лично для меня не предмет для споров. Для меня это факт. Ну и третье. Третье, я считаю, это некий возврат к духовным основам, к тому же самому православию. Религиозных плеск, лучше так сказать. Ну, давай ты скажешь религиозным основам, я скажу православие. Потому что я считаю, что это не противоречит и никак не оскорбляет всех остальных. Здесь 90% православных, но, соответственно, возврат к духовным ценностям, по тому же самому принципу, он начал происходить и у мусульман. И я не знаю, там, ну вот, у всех, кто здесь живет. Вот, например, один из моих друзей на фронте, который, кстати говоря, погиб, он вообще был римским католиком. Но реагировал он на все это точно так же. Ну, смотри, с этим все понятно. Точка зрения, как бы, она достаточно известна, в интернетах она раскручена. Так или иначе. Смотри, какая штука. Как ты прокомментируешь. Вот есть две, в общем-то, разные идеологии. Ты, наверное, со мной согласишься. Это имперская и коммунистическая. И они вполне себе здесь сосуществуют. Объясни мне, каким образом имперская идеология противопоставляется коммунистической. В чем между ними столкновение? Это долгий разговор, который уже весь выразговорен на разных ресурсах. Как бы, я тут не готов. Знаешь, в чем просто суть? Суть в том, что... Нужен царь, либо нужен... На примере наших... А, ты монархию имеешь в виду. Ну, ты имперская монархия, да. Монархисты и коммунисты. Вот так. Просто, да, есть споры там по поводу двух идеологий. Кто-то скажет их три. Как их интегрируется? Суть не в этом. Вот на предмет. По поводу круглых столов, которых мы собираем. Мы специально приглашаем людей разных взглядов на эти круглые столы, для того, чтобы прийти к одному общему знаменателю. Получается? Да. Как бы странно не звучало, но получается. Мы приглашаем туда и левых, и правых, и красных, и белых. Последний круглый стол у нас проходил почему-то все там... Ну, некоторые люди есть, которые в соцсетях отписались, что это жесть просто. Ну, Ходоковский с Пургиным сели за одним круглым столом. А странного ничего нет. Да, видео уже есть на ресурсах, тем не менее, два этих человека присутствовало. И более того, я вам скажу, мы стараемся приглашать как можно больше людей с различными взглядами, с различными мнениями, для того, чтобы их аккумулировать и вывести один общий знаменатель. И это удается. Из существующих идеологий, допустим, которые есть, нужно понимать, чего хочет на сегодняшний день наш народ и извлекать, возможно, из этих двух идеологий именно вбирать все лучшее для внедрения. А каким образом получится внедрение? То есть это что-то, учебники? Да в том числе, понимаешь, в чем дело? Любая идеология – это всегда некие красные флажки. Это всегда некая рамка некого общественного консенсуса. То есть, когда общество говорит, что для общества приемлемо, что для общества неприемлемо, к чему общество стремится, к чему общество не стремится. Определенная позиция общества по ряду вопросов, например, по таким, как Великая Отечественная война. Понимаете, наши маленькие украинские друзья сейчас начали писать в своих школьных учебниках такие вещи, которые, с моей точки зрения, на голову надеть невозможно. Как есть. Да, 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 да. Так вот это и есть идеология. Это и есть идеологическая работа. Я не могу понять, в чем мы стесняемся. Вот в чем вопрос. По поводу того, о чем только что говорилось, о соединении двух идеологий, ну, грубо говоря, красной и белой. Да, как-то есть какие-то точки соприкосновения? Да, 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 да. Так, конечно, есть. Давайте просто не будем их противопоставлять друг другу. С моей точки зрения, само это... Там уже о патриархате пишут. Давай, девушки, дадим слово. Да Бога ради, говорите. Надежда, твой взгляд на диалог. Кстати говоря, что-то мы как-то чай не успели, да? Вам чего? Вы пока можете... Чай. Чай? Да. Чай. Чай. Чай, да. Чай, чай. Все. Я исчезаю, а вы можете пока с чайной руководкой. Идеология – это тема бесконечно глобальная. Беда нашей республики в том, что она у нас не зафиксирована нигде. Ни на законодательном уровне, ни на том же образовательном. Ведь, по сути, это не просто какие-то догмы, правильно? Это догмы, которые должны быть реализованы в жизни. То есть на всех ее уровнях, простите меня, от главы нашей республики до детского сада. Потому как военно-патриотическое воспитание, да просто даже патриотическое воспитание – это один из ее аспектов. И Паша правильно сказал, что вот Украина в этом смысле она далеко от нас ушла в отрыв. Потому как они, война войной, да, параллельно они занимаются там отпечатыванием всех этих придурочных книг с искаженной историей. Так вот, у нас беда в том, что мы столкнулись, да, с такой проблемой. У нас на образовательном уровне это тоже никак не закреплено. Да, мы изучаем там какие-то процессы, мы изучаем биографию Захарченко, но при этом у нас не могут даже дать формулировку вообще событиям, происходящим на Донбассе, да, ни как это называть, ни кто виноват, и как бы это очень печально, потому как у нас появился шанс очень круто изменить историю. Как бы не звучало это страшно, но война нам дала такой шанс взять все в свои руки и все изменить к лучшему. Вот пока, к сожалению, видится, что мы им не воспользовались. А так, Паша, да, Паша у нас националист русский, тут был вопрос в чате. Нисколько этого не стесняюсь. Ну да. А по поводу круглого стола, тут вот я читала анонсировать, это уже, наверное, будет после новогодних праздников, вот, можно и стрим, конечно, снять, очень жалко, что вот. Хотя, в принципе, этот круглый стол, который у нас прошел, есть видеоотчет ВКонтакте, Международная Федерация Независимых Журналистов, паблик, он один у нас такой, поэтому там можно найти весь видеоотчет по этому поводу. Ну, с твоего позволения, я теперь продолжу свою мысль. Да, закончу. Спасибо тебе большое. Легкий вклин такой. Так вот, по поводу красной и белой идеи. Давайте не будем их противопоставлять друг другу. С моей точки зрения, это подмена понятий изначально. Противопоставляется. Вот. Послушай, есть такая замечательная страна. На данный момент одна из самых успешных стран на планете, если не самая успешная, называется она Китай. Так вот, у Китая этих идей за всю его историю было такое количество, что у них у самих голова кружится. Они просто это считают историей своей страны. Они не противопоставляют династию Джоу и династию Цинь, например. Точно так же нынешних коммунистов, китайские историографы, считают, ну, еще одна династия. Понимаешь? Вот. И в связи с этим я не вижу никаких причин. Да, ну что, да, ну вот так. Это китайцы. Да, ладно. Вы меня сбили с мысли, ребята. У них там периоды, все понятно. Одни, вторые, третьи. Дело в чем? Так я не вижу причин противопоставлять Московское царство, империю Романовых и Красную империю. Ну вот сейчас, представляешь себе, на перепуте дорог встретились одновременно два исторических периода. Вот люди, представляющие, и они примерно одинаково сильны. Вот так, с двумя разными идеологами. Если бы рабовладелец Джордж Вашингтон встретил Авраама Линкольна на своем историческом пути, я думаю, они набили бы друг другу лицо. Но они существовали в разные исторические эпохи. Какой смысл их как-то противопоставлять друг другу? А вот сейчас у нас коммунисты и монархисты в одной исторической эпохе. Причем они все при капитализме, условно говоря. Нет, у нас сейчас коммунисты и монархисты существуют как осадочек предыдущих эпох. Который где-то плещется на дне, пытается сталкиваться друг с другом лбами и просто-напросто загаживает своими этими спорами мозг простому населению. Которому сейчас нужно не разбираться с тем, кто был прав в гражданской войне. А как-то думать, как двигаться дальше. Вообще все эти споры не несут себе никакого конструктива. Нет, у них как двигаться дальше, у них тоже есть определенные взгляды на это. Да, да, да. Ради чего они не существуют. Эти взгляды диаметрально противоположны. Естественно. Эти взгляды диаметрально противоположны, как у всех маргинальных сект. Эти люди, они сейчас себя загоняют в положение маргинальных сект, которые реально не думают о будущем. Все их будущее это калька с прошлого. Одни говорят, давайте сейчас вот возьмем любого потомка династии Романовых, вообще плевать какого, хоть там хромого, косого, горбатого. Наденем на него корону и сразу заживем хорошо. Сразу будет вот так зашибись. Другие говорят, нет, давайте снова поднимем красный флаг, его сакральный свет, он для нас вот жизнь наладит. Построим то, что было, предположим, при Брежневе или то, что было при Сталине. Ребята, это было при Брежневе и при Сталине. Это все равно, что при Джорджи-Вашингтоне начинать освобождать рабов. А тебя бы просто никто не понял. А при Линкольне это было уже нормально. Давайте думать о том, как мы будем жить, а не то, как жилось, ну там, 40, 50 или 100, или 200 лет назад. Ну хорошо, давайте крепостное право вернем, зашибись. Паша, тут вопрос в студии интересный. Какой? Чем отличается русский националист от украинского? Тем, что украинский национализм национализмом не является, это фашизм, который просто себя так назвал. Вот и все. А если я сейчас начну раскрывать разницу между национализмом и фашизмом, у нас на это уйдет три эфира. Да, но трех эфиров занимать на тему национализма, я думаю, не стоит. Но факт, если спрашивают у Паши, ну русский националист, он, да, русский националист и не скрывает. Мы тоже находимся три человека, совершенно разные взгляды у нас, но это нам не мешает управлять нашей организацией, собирать круглые столы, потому что мы стараемся как бы выносить какие-то решения, принимать коллегиально. И всегда собирая своих гостей за столом, за одним, как бы приходим к общему знаменателю. То, что сейчас многие пишут, что главное, чтобы не стреляли, налаживалась мирная жизнь, и людям было бы что есть, а идеология потом, но это суждение неверное. Это проходили неоднократно, может из-за этого все у нас и разваливается. Вот именно после революции, когда все бросились все отстраивать, а по пути идеологии чего-то такого, сильно как бы не вдавались в подробности и не шли. И очевидны вот некоторые проблемы, упомянули даже Захарят на тему, чтобы не вышло как Захарят. Но просто, чтобы такого не вышло, мы собираем круглые столы и выясняем у людей различных уровней взглядов и их мысли. Также будем мы у народа выбирать из народа, то есть их мысли. И эти мысли, чаяния народа, нам нужно донести правительству, чтобы они, соответственно, на них уже реагировали как-то. Ни для кого не секрет, что власть всегда бежит вдогонку в общественном мнении. Она никогда не идет впереди. Если она идет впереди где-то от общественного мнения, то получается власть в каком-то вакууме находится на пути в космос. То, что было... Идет за собой народ. Это хорошо? Нет? Нет. Я тебе примеру. Это смотря как ведет. А если идеология, допустим, будет принята на уровне власти, на каком-то, все равно же придется народу догонять. Если идеология будет властью принята, какая-то идеология, ну, в отрыве от народа, то есть, ты это имеешь в виду? Так у народа разные идеологии. Я вот о чем. У народа не одна идеология. То есть, ты вот говоришь, что... Я понимаю, не одна, да. Но у нас какие-либо опросы проводились насчет массовый опрос по поводу идеологии. У нас же не 52 миллиона, не 180 миллионов людей живет, допустим, на территории одной хотя бы республики. Ну, какой-то соцопрос можно было бы провести, но, как мы все понимаем, сейчас, ну, в связи с боевыми действиями, военное положение, третье, то, что у нас, ну, такие мероприятия, на них реагируют как-то очень остро, и, наверное, не дали бы сейчас этого провести. Допустим, я бы очень хотел бы провести соцопрос на тему, ну, какая все-таки у народа... Какая методика соцопроса у тебя была бы? Как бы ты это делал? Ну, я не думал еще по поводу этого. Вот это надо, ну, подумать, потому что в зависимости от того, где ты будешь проводить соцопрос... Нет, да, вот определенные соцопросы определенными структурами здесь все-таки проводятся, и некие срезы общественного мнения, они здесь имели место быть. Вопрос в том, что... А во что это вылилось в итоге? Не вылилось, по сути, ни во что, просто, ну, скажем так. Так, некие политики скорректировали свою позицию, которую они озвучивают публично. Это как бы, ну, вот и все. Дело в том, что власть далеко, очень редко всегда идет в отрыве, да, от народа впереди. Ну, как бы это действительно, наверное, был больше позитивный момент, но его, к сожалению, в истории сложно даже порой припомнить. В нашем случае беда в том, что власть действительно оказалась... Сталина? Ну, у нас Сталина нет, очень жаль, наверное, в каком-то смысле. Сейчас такое военное сложное время. У нас власть действительно оказалась немножко в отрыве, и вот весь этот прокол с захарятами, по сути, да, если брать именно саму идею, идея неплохая. Да, вот объединить там ту же молодежь, там, на почве, там, патрическое воспитание. Другое дело, что, ну, вышло это глупо и неловко, опять же, отсутствие всяких соцопросов, да, это было бы, во-первых, дань уважения народу, во-вторых, действительно, было бы, стало бы заметно, что это слегка смешно, ну, просто. То есть идея неплохая, но она вышла смешной и неловкой, и получилось так, что даже нашу главу республики как бы слегка их упустили. А есть какой-то, ну, орган, у которого в функциях есть соцопросы, у которого есть какой-то бюджет, и который не делает этого? Вообще во всех цивилизованных странах этот орган называется парламентом. Парламент делает, нет, парламент не должен делать. Нет, нет, слушай, ну, самый-самый главный, очевидный, соцопрос, это выборы. Вообще-то. Ну, я что, не прав, что ли? Тогда это избирком называется. Нет, избирком, он их только технически фиксирует. Ну, вот, для начала. А парламент это уже как бы то, что из всего этого вытекает, это результат. Так что... Можно я отвечу на вопрос, а то там мнения в чате разошлись по поводу поддерживаем мы Захарят или нет. Сама идея была бы хороша, если бы она правильно была реализована. Само название, ну, как бы и глава республики ответил уже, что оно неприемлемо. И мы так считаем, потому что, ну, как бы, правильно. Ну, если бы лет 10 прошло, тогда можно было бы, наверное... С нашим обществом нужно работать, начиная с молодежи. Мы сейчас выясняли на одном из круглых столов, немного уделили внимание там происходящим событиям на Донбассе. И оказывается, у нас не в учебных заведениях нигде не используют термин гражданская война, которая по факту происходит сейчас на Донбассе. У нас есть жертвы среди мирного населения, среди военных есть жертвы. Но... А термин гражданская война подразумевает, что вы в одной стране живете? Если... Не всегда. Когда... Стой, Паш, это один народ... Стой, Паш. Нет. На тот момент, когда началась гражданская война, мы были одной страной. У нас еще не был проведен там референдум, все остальное. На тот момент, это было начало гражданской войны, и как одни из историков утверждают, что одно из... Боевые действия начались уже после референдума. Да. Ну, прям боевые действия. Я имею в виду, с привлечением не батальонов Ляшко, короче, а именно регулярной армии. Нет, но батальоны Ляшко или не Ляшко, не факт, кто там был. Я уже просто не буду вдаваться в подробности, кто же действовал, по сути. Но то, что бросили войска на территорию Донбасса, еще до референдума, и для чего они были переброшены, все прекрасно понимали. Одной из сторон конфликта, как ученые утверждают, которые занимались проблематикой гражданских войн, Одной из сторон конфликта может выступать государство. Не всегда. По факту мы имеем то, что имеем, и видим, что украинская сторона, власть, государство некогда единого бросило войска на Донбасс. Почему у нас в наших учебных заведениях не используют этот термин вопрос? А вот с этой малой работы как бы и начинается воспитание. Потому что это именно та прививка нашим детям, подрастающему поколению, от той чумы, которая надвигалась к нам с запада. Ну да, я себя сейчас поправил. Вики говорит 7 апреля 2014 года, больше чем за месяц до референдума. Ну да. Ну а вообще, открытая полномасштабная война началась 2 мая. Еще даже до того, что произошло в Одессе. С утра 2 мая здесь началась стрельба, сюда приехали танки, а уже под вечер в Одессе сожгли людей. То есть как бы бифуркационной точкой был именно этот день по целому ряду причин. Просто в любом случае это было до референдума. Тут вот пишут, что деткам тоже надо ненавязчиво патриотизм давать, тогда закладывается личность в малом возрасте. Ну нет, захаровцы, донбассы, нет, донбассы звучат ужасно. На самом деле, действительно, чтобы воспитать здравый патриотизм, который бы потом не деградировал в какие-то там радикальные формы, достаточно сначала сформулировать понятие родины. Правильно? И его даже надо не навязывать, его надо прививать. То есть это ребёнок видит не только в школе, это он должен видеть и в семье. Другое дело, извини меня, когда там родину всегда обхаивают и всегда недовольны, тогда в ребёнке возникает диссонанс. Патриотизм надо воспитывать здраво. То есть если ребёнок видит отношения, он сам будет это перенимать. Захарято, ну действительно, идея хорошая, с маленькими детьми надо работать. Вот в наших вузах кто-то вообще задавался вопросом, что происходит. У нас на самом деле есть несколько вузов, которые, да, они все знают, что они принимают участие в тех движениях, в тех мероприятиях. Вот загляните, я столкнулась с личной ситуацией, когда у меня брат учится в техникуме. Для меня это был шок. То есть вот у них каждую неделю, если не ошибаюсь, по понедельникам запланирован час военно-патриотического воспитания. То есть вот так вот официально. И если раньше обычно детям напоминали, что надо приходить на эти уроки, да, то сейчас к нему заходишь в вуз, и на каждой двери написано «Учитель». Не забудь, что у тебя в понедельник там вот это урок военно-патриотического воспитания на минуточку, да. Ну то есть о чём здесь можно говорить, если это уже на уровне преподавательском не реализуется. Что эти дети могут в себе вобрать? Вы посмотрите, вот зайдите, да, просто по учебным заведениям. У нас подростки поделились точно так же, как и все общество. Одни, у них проснулся, да, вот этот патриотизм, то есть вот это вот пылающее, да, оно горит в подрастающем поколении. Другие же наоборот, они отшучиваются, для них там ДНР, там, Даунбасс и прочее. То есть они шутят уже как, смеются как над Украиной, так уже и над нами. То есть, да, над нашими там банановыми республиками, непризнанными там пиратскими королевствами и прочим. То есть в детях пошёл диссонанс. И вот этот диссонанс надо выправлять. И для этого нужны, да, какие-то движения, какие-то организации. Ну, Захаря-то просто очень неудачно был оформлен проект на самом деле. Ну ладно, я хочу продолжить мысль Надежды, как бы если позволите, да, Надежда Александровна. Значит, опять же, я соглашусь, что в самой идее, в самой идее нет ничего плохого. Все эти пионеры, октябрята, бойскауты, это на самом деле часть патриотического воспитания молодёжи, которое в нормальном государстве быть должно. Но, опять же, для того, чтобы организовывать такие движения, нужна идеология. Государственная идеология, под что их организовывать, что этим ребятам в рамках этих пионерских организаций вкладывать в голову. И вот здесь происходит основной затык с моей точки зрения, потому что пытаются создать этих юных соколов, а идеологии нет. Я о форме подачи вообще не говорю. Надя совершенно права, форма подачи была идиотическая. Она сказала это мягко, а я скажу это жёстко. Тот, кто придумывал эту форму подачи, это, извините меня, это либо, ну, я бы сказал, это диверсия против республики. Он либо дурак, либо враг. Как так получается, что мы уже 10 минут обсуждаем эту тему, которую уже все обсудили и, в общем, в которой уже... А мы не собирались её обсуждать, нам её просто подкидывают постоянно, мы отвечаем. Половина чата задала вопрос. Там, знаете, там есть такие люди, которые будут подкидывать это всегда, как бы просто шапанно. Специальные людишки. Ну, некоторых людей я узнаю ещё с прошлого эфира, да, некоторые ники. Ну, ладно, это не важно. Ладно. Вера влияет на патриотизм, это ко мне вопрос. И какая суть вашего патриотизма и в чём он изливается? Я вам честно скажу, я вообще одесситка. Да, вот, ну, породилась в Одессе, прожила пол своей жизни в Одессе. И когда я в 15, нет, вру, не в 15, в 10 лет сюда переехала, я в каком-то смысле всегда, знаете, ещё как подросток, я кичилась всегда, что вот я одесситка, я Донецк люблю, но Одесса – это вот жемчужина у моря, это моя родина. И я никогда не думала, что… Я всегда боялась войны, мне всегда казалось, что если начнётся война, я куда-то сбегу. Ну, и в Донецку я не питала прям такого уж глубокого чувства. Ну, вы знаете, когда началась война, я поняла, что у меня сейчас Донбасс роднее той же Одессы, да, хотя за неё страдаю очень душой, но в целом, как бы, это вот моя родина. У меня там здесь ребёнок родился, да, и вот я поняла, что я за Донбасс вот умереть, готова. Вот я считаю, что вот патриотизм, он не просто в каких-то догмах, да, это самоощущение человека внутри того места, где он живёт. То есть вот я вижу, что Донбасс больно, и мне больно. Вот в этом и есть, наверное, патриотизм, он глубоко в душе должен быть у каждого человека. Хотя не факт, кстати, что он может быть заложен с детства. Я не помню, чтобы меня прививали прям какую-то там дикую любовь к родине, да, я там ходила 9 мая, как все дети там на мероприятии, да, но вот он возник, то есть, наверное, что-то заложили. Вот отличная мысль, Надя. Вот смотри, вот именно что патриотизм, он как бы имеет ценность, когда он сам человеком прочувствован и родился в нём внутри. Конечно, иногда надо и направлять человека. Когда в него, ну, условно говоря, вкладывают, если его прописать, что вы должны, вот на бумаге где-то с печатью, вы должны умереть за Донбасс. Слушай, ну не всем дано пережить войну, слава Богу. Понимаешь? Тогда получится, что вы дискредитируете саму идею, и может получиться обратный эффект. И вот о чём. Каким образом? Ну, давай, ну просто ты попробуй, вот если тебе где-то напишут, что ты должен там умереть за что-то, и это закон. Это, понимаешь, это разные категории. Закон государственный и идеология, ну, какие-то стремления к идеалу. В законах не должен прописываться идеал, ну, как-то… Слушай, в законах не должен прописываться идеал, но он должен иметь в них отражение, потому что иначе зачем нужны законы? Законы – это то, что обязано отражать понимание общества о добре и зле, по большому счёту. Если закон начинает утверждать то, что идёт в полный разрез с таким пониманием общества, то, в общем, ничем хорошим это никогда не заканчивалось, на самом деле. Опять же, любой-любой закон, он должен на этой самой государственной общественной идеологии базироваться. Например, ну да, хорошо, давайте не будем брать наше постмодернистское такое проутюженное постсоветское пространство. Давайте возьмём такие государства, ну, не знаю, как Иран. Ну, может быть, Иран – это такой экстремальный пример. Возьмём государство Латинской Америки. «Извините меня». Католическая идеология там находится во всех законах, даже на Кубе. Хотя там в последнее время пошли на некие либеральные послабления. Что в этом плохого, я не могу понять. Идеология обязана быть закреплена на законодательном уровне. Это вот именно те флажки, о которых говорил Паша. Потому что, если она просто висит в воздухе и никак, кроме каких-то организаций, просто вот, извиня, добро и зло прописаны, как флажки. То есть, что хорошо, что плохо для общества. Это, возможно, будут достаточно жёсткие рамки, но только так будет здорово общество воспитываться. То есть, какие-то те же морально-этические нормы, они тоже должны быть красной линией прошиты, понимаешь? Ну, приведи пример. Что бы ты прописала в таком законе об идеологии? Нет, не закон об идеологии. Закон об идеологии – это как раз бред, который, кстати, пытаются нам сейчас навязать. Нет, нет, я говорю о том, что идеология должна пропитать каждый закон. То есть, каждый закон должен быть выведен на основе той идеологии, которая царит в масках. Хорошо, какая должна быть идеология? Давай, ну, правила какие-то. А как она должна быть написана или где она должна быть, или как? Ну, прежде всего, она должна быть написана. А вот она сейчас пропитана здесь, так или иначе? Конечно, вот её надо формализовать. Пусть это будут какие-то там пару коротких, да, вот там терминов. И где, как что? Ну, конституционно вообще-то. Конституционно что в Конституции должно быть написано? Ну, например, защита института семьи. Это, скажем так, первое, что приходит в голову. Защита традиционных ценностей – это второе, что приходит в голову. Это то, что может быть прописано конституционно. Конституционно вообще много чего может быть прописано. Но, скажем так, Конституция – это такой формат, который всё в себя не впитывает. Это некий рамочный закон жизни государства. Давай подискутируем. Защита института семьи, например. Какой семьи? Кто-то считает, что семья – это два мужика, например. Вот против тех, кто так считает, какие законы и должны быть направлены. Сформулируй, как это будет в Конституции отображаться. Вот просто проговори. Формулировку. Слушай, ну… Формулировку придумай. Ну, я, честно, я не хочу сводить весь вопрос к неким любителям позаниматься всякой мерзостью, скажем так. Тем более, что эти любители из Донецка разбежались с началом событий в основной своей массе. Нет, некоторые… Описались, да, но они ярко себя не афишируют, и слава богу. Ну, опять же, я не говорю о тех, кого этим словом можно назвать по моральным качествам. Эти неизбывны. А эти девушки, например, «семья»… Ну, так тоже. Сформулируй, что должно быть и где написано, чтобы было всё так, как ты хочешь. Попробуй. Слушай, мне в этом плане абсолютно нравится американский акт о защите семьи. Вот от и до ребята расписали. Семьёй является союз, мужчины, женщины и так далее. Полностью прописан формат. Вот. Ну, допустим, хорошо. Это раз. Во-вторых, а почему бы не вернуть советскую, дай бог памяти, 120-ю статью? Уже ложство? Как там оно? Уголовное наказание за оно. Если я не ошибаюсь, от трёх до пяти лет. Сын, ну, номер статьи знает. А ты название статьи знаешь? Нет, я знаю, как это называется, ну, как-то, в общем, в других источниках. Расстрел, он просят. Расстрел? Да я не против, ребята, я только за. С одной буквы С причём. С законом военного времени. Кастрация. Кастрация, подсказываю. Расстрел это жестоко. У человека нет возможности спастись, знаешь, вот если брать уже за основу христианские ценности. А слушай, в Бугараде вот то, что предлагают, только не химическая кастрация, которую можно инъекцией тестостерона победить, а механистическая. Спасти душу, у него возможность будет вернуться в мерзость, уже нет. Так, ладно. Начали заздрочить. Что? Весело. На самом деле, так вот и прошёл незаметно час, фактически. Там был один вопрос, короче, ну, там, из разряда Стёба, наверное, да, как мы относимся к евреям, которые живут на территории республики. Так вот, ну, живут евреи, живут там грузины, армяне, русские, даже украинцы есть. Мы должны считаться с этим любым меньшинством. Мы должны, да, мы должны отличаться от наших товарищей, у которых там украинец, передусе, там, высшая нация и всё остальное. Мы, как бы, до войны жили, там, более 120 национальностей. В мире разногласий никаких не было. Почему, ну, из-за чего у нас должно мнение поменяться сейчас? И вот почему-то зачастую, кстати, сегодня обратил внимание на то, что некоторые националисты, там, когда мы говорим, что у кого-то из наших людей, там, украинские корни, но это не означает то, что человек, там, второго сорта, то националисты думают, что это даже не второго, а десятого сорта этот человек. Националисты, националисты думают, что русские украинцы – один народ, скажем так. Поэтому говорить о сортах, да. Вот, мы сегодня столкнулись с ситуацией, да, Паша, ты сам знаешь, в группе, да, когда начался среди националистов спор, значит, по поводу заявления Александра Сергеевича Ходоковского, значит, о том, что что-то там он сказал, что вот я же тоже украинец, что я теперь человек второго сорта, в таком духе. И там начали, а вот он, там, евреи, туда-сюда, и то есть понимаю, что получается у нас здесь как-то все так классненько, мы кучкуемся русскими, а евреи-то уже плохо, украинец тоже. Мы здесь все половины украинцев, ну, образно, да, то есть мы были рождены в Украине. Там у кого-то там мама, к примеру, коренная, там, хохлушка, да, у кого-то… Ну, это нормально, это нормальное разнообразие. Почему теперь, если эти люди выбрали позицию, да, поддерживая, скажем так, нашу республику, пусть грубо, почему мы их должны как-то там кому-то относить и сортировать по сортам, что это вообще за подход, это и есть фашизм. То есть вот это наша единственная претензия к национализму, да. Хорошо, давайте, давайте, давайте. Теперь я выскажусь, да, потому что мне тут несколько раз вопросы в форуме задавали, да, по поводу моих убеждений, ну, вот, например, вопрос о том, собираюсь ли я здесь национализм навязывать и все такое. Ребята, я сюда приехал защищать свою нацию, за нее воевать. В общем-то, я не вижу в этом ничего такого, что могло бы наносить какой-то вред другим нациям здесь живущим. По большому счету, в моем подразделении, в котором было большинство националистов, по убеждениям, так сложилось, что воевали двое цыган, один дагестанец, один осетин. Ну, вот, кстати, один еврей тоже воевал. По какой-то причине нас это не парило. А вот ребят, которые в интернете эти вопросы задают, их это как-то парит. Ну, что я могу сказать, ребята, продолжайте париться дальше. Я не вижу никакого противопоставления одного другому. Сложно сказать. На самом деле ситуация в ДНР именно вот очень напряженная, как раз вот именно в этом противопоставлении. Потому как, действительно, у нас здесь большое националистическое движение. Это как много добровольцев, да, это и националисты, это ультраправые тоже. Но Донбасс, он многонационален. Поэтому здесь вопрос решать как-то, знаете, одним взмахом не получится. У нас больше ста национальностей. И почему-то, пока была война, действительно, знаете, как на войне там не задавались люди вопросом, когда, извините, его жопу надо прикрыть, да, он не думает, кто его прикрывает, евреи там или русские. Почему-то, когда началось перемирие, опять начались эти терки. Там правые начали, а вот там тот такое, а вот тот секунд. Да что же это такое? Ну мы интернационал, и здесь прокачать, как мне кажется, националистическую концепцию вот в таком чистом виде не получится. То есть нам, действительно, надо консолидироваться, искать какие-то общие точки, которые бы нас вместе всех удерживали, давая прекрасно существовать и одним, и другим. Вот это, кажется, единственное возможно для Донбасса. Такой никакая, ни одна из двух концепций не сможет здесь, знаете, вот задержаться. Ладно, интересно, круглый стол получился. Получился, да, да, да. Чистокровный ли я русский? У меня прабабушка Турчанка, а прадедушка Татарин. Ребята, а вообще я казак, и при этом я себя считаю чистокровным русским. Вот хорошо сказали, по делам их узнаете, дело не в национальности, а в поступках. Вот, вот это правильно. А еще сказали, хочу Советский Союз, где никто не обижался ни на кацапах, ни на грузинах. Ребята, Советский Союз, вы, к сожалению, уже проехали, поэтому придется строить что-то новое. Ну, заметьте, у нас у всех разные взгляды, да, но мы все равно стараемся искать точки соприкосновения, и это мы предлагаем Донбассу. Вот тем вот, знаете, тому меньшинству и правому, радикальному, да, и справа с левой стороны образно искать эти точки соприкосновения, иначе у нас будет эта гражданская война уже внутри нашей республики очень долгое время. У меня крайне правые взгляды, у нее крайне левые взгляды, а Дима у нас, ну да, ну не важно, Дима у нас, Дима у нас центрист. Нет, я не могу даже сказать, что я крайне левые, я просто, знаете, я в глубине души такой глубокий интернационалист, может, потому что у меня смесь крови тоже там безумная, поэтому я, наверное, просто исторически не могу быть там правой, вот. Ну, я интернационалист, да, за то, что все люди, братья, не может быть один человек выше другого, исключительно по каким-то там генетическим, этническим. Натя, я немножко о другом хочу сказать, да. Очень важный вопрос, у нас три минутки буквально осталось, и вопрос такой, коротко, если можно, ответить. Вот смотрите, есть такая штука, замеченная нами в частности, что большинство, так или иначе, не всегда может, ну, мнение большинства быть истиной. То есть, в решении определенного класса задач, в которой требуется квалификация, здесь большинство зачастую дает неверный ответ. Да. Как Вы предлагаете решать вот такую задачу, как выбор идеологии, которая, ну, достаточно высоко, требует высокой квалификации, так или иначе? Ну, во-первых, это действительно, это действительно, скажем так, это действительно требует на определенном этапе очень серьезного узкопрофессионального подхода. Поэтому наши круглые столы закрытые, мы на них не пускаем широкую общественность, мы на них пускаем только специалистов. Просто для того, чтобы наш разговор не уходил в песок, чтобы просто-напросто тема не забалтывалась. Вот и все. Исходя из этого, уже в дальнейшем должно все определяться. Ну, а что касается самого процесса, самого его содержания, я, в общем-то, продолжу свою мысль. А наша МФНЖ в данном случае, это в некоторой степени даже модель. У меня крайне правые взгляды, у нее левые взгляды, да. Украинец. Демоцентрист. Мы как-то друг с другом договариваемся. Ну, интересно. Мы должны научиться договариваться друг с другом. Потому что, если мы не научимся договариваться друг с другом, мы на Донбассе ничего не построим. Потому что мы любим Донбасс, и поэтому мы должны научиться договариваться. Мы можем вас пригласить тоже. Так уже давно пора. Так, не вопрос. Приходите. Ну, так вы приглашайте. Следующий круглый стол будет после Нового года, так что. Ну вот, собственно, пишут, что часто я игнорирую мнение большинства, если оно отличается от моего. Тут не дело в том, дело в том, что я четко разделяю, где мнение большинства может быть истинное, а где мнение большинства – это всего лишь мнение большинства. И оно по умолчанию большинство не квалифицировано в каких-то определенных вопросах. Вот смотрите, закрытость ваших столов пока наводит на негативное мнение в массах непосвященных. Это связано прежде всего не потому, что мы такие скрытые или очень умные. Это очень, на самом деле, много объективных причин. Сначала надо самим договориться. Да, во-первых, нам надо сначала самим договориться, чтобы что-то нести в массы, потому что если мы будем показывать бесконечный сброд мнений, это тоже будет непродуктивно. Во-вторых, в целях безопасности у нас проблема есть. Открытых столов мы не можем проводить в целях тоже безопасности, потому что мы еще не решили вопрос с регистрацией, мы не можем пока зарегистрироваться. И как бы ввиду каких-то определенных причин нам сказали, что мы не можем называться как представители, мы стали называться инициативной группой по созданию международной... Мы пишемся, пишемся как инициативная группа. Ну да, были у нас тут представители ДНР по всяким разным вопросам, они сейчас там все кто где, короче. Это хорошее название, представители ДНР по всяким разным вопросам. У нас таких слишком много сейчас. Очень много. Дело в том, что мы рады видеть всех на своих круглых столах, они не такие уже закрытые, и состав круглых столов меняется постоянно, люди разноплановые там, и поэтому открытые они или закрытые, для того чтобы понять какие-то истины, что-то сформулировать, скорее всего они и будут закрыты. Такие мероприятия просто открытыми быть не могут. Нет, так это же ваше дело, собственно. Нет, там задали вопрос. Да, вопрос задали, просто поизгонят. Делать счет всегда мы предоставляем, поэтому... Ребят, тут у нас буквально уже мы должны закрываться. Следующий гость придет уже через 4 минутки, поэтому спасибо, что пришли. Быстро как-то все прошло. Столько вопросов назрело, вот вы не представляете. Давайте продолжим наш разговор. То есть, к примеру, вопрос в будущем я задам такой. Ну, к примеру, за мужеложество мы будем расстреливать, например, вот вы предлагаете, а за женоложество... Что же вы все к этому сводите, так, господи? Универсальные, вы понимаете, механизмы, допустим? Пулями с розовыми наконечниками. Вот так вот, да. Самый универсальный механизм называется АКМ. Понимаешь, автомат Калашникова модернизированный. Вот универсальный механизм, а я в жизни не видел. Ну, по крайней мере, что касается того, о чем ты сейчас спросил. Ну, вот, понятно. А ты также считаешь? По поводу АКМ? Ну, по поводу решения этого вопроса с помощью АКМ. Нет, я в этом смысле очень либерастично. Отлично. Она за кастрацию. Я промолчу. Я так, как-то не строгая. Вот, слышу, у нас совершенно различные... Я не люблю жестокость, хотя считаю, что да, военное время иногда требует жестоких решений, к сожалению. Все понятно, я все услышал. Всем спасибо, не переключайтесь. С нами были Международный союз журналистов.